Здравствуйте, дорогие товарищи и коллеги по хобби. Делаем небольшой обзорчик американского английского броневичка Т17Е2. Посмотрим, что нам предоставит компания Бронко в коробочке. На первом плане мы видим хорошую красочную инструкцию. Инструкция сделана на хорошей флосненой бумаге, довольно с крепкими листиками. Довольно понятная инструкция по сборке модели. И довольно, смотрю, много будет деталей. Сама инструкция дана на 16 листах по сборке. На 17, 18 и 19 листе дана инструкция по покраске и под деколированию самого броневичка. Дальше видим в коробочке лежат запакованные в целлофан литники. Литников у нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь литников с зелёного пластика. Один литник с цветными деталями для триплексов. И какие-то интересные, скорее всего, имитация болтов или барашков для закручивания. Также дана декаль. Две платы фототравления и резиновая имитация пулемётной ленты. Будем производить распаковку. Ну вот, распаковал декаль с платами фототравления. На ощупь довольно-таки хорошая декаль. Хорошие красочные рисунки. Должна очень хорошо переводиться на модель. Также вот плата фототравления. Довольно-таки не толстое фототравление и мягкое. И лента для пулемёта. Сделана с прорезиненного материала. Будет тоже хорошо имитировать ленту с разными изгибами. Ну вот, распаковал детали с литниками. Очень хороший пластик. Следы толкателей сделаны на внутренних сторонах детали. И что порадовало, что даже стволы уже высверлены. Не надо будет мучиться с маленькими свёрлышками. Как сделаны... Колёса сделаны целыми деталями из пластика. И нанесены на них буквенные надписи. Что довольно тоже радует. Довольно-таки хорошего качества в отливке. Хорошо сделаны канистрочки. Здесь тоже толкатели-питатели с внутренних сторон. Следующий литник. Следующий литник. Всё очень хорошо без облоя. Без лишних следов пресс-форм. Хотя вот на одной детали даже нашёл немножко облоя. Хотя на других этого не видно. Здесь тоже всё очень хорошо сделано. Проработаны мелкие детали. Что можно сказать о фирме Бронко? Довольно-таки хорошая, качественная фирма. Я думаю, в сборке будет очень приятная, хорошая модель. Вот стеклянную... Стеклянный литник я не распаковываю. Так как боюсь, что пока будет лежать всё в коробке. Чтоб стеклянные детали не были поцарапанными. Спасибо, дорогие коллеги и товарищи по хобби за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки и всё прочее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.